Еще раз всем добрый день. Меня зовут Евгения. Я представляю фонд имени Микруха Маклая. Рада всех приветствовать на онлайн-конференции в рамках проекта «Маяк российских достижений», который сегодня соединит Россию и Камбоджу. Обращаю внимание, что на конференции доступен синхронный перевод с русского на английский и наоборот. Язык можно выбрать на панели внизу экрана. Также в чате есть подсказки. А сейчас хотела бы представить модератора конференции. Это Николай Николаевич Микруха Маклай, основатель и директор фонда имени Микруха Маклая, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения Российской Академии Наук, президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона. Николай Николаевич, передаю вам слово. Уважаемые друзья, здравствуйте. Я хотел всех поприветствовать. Сегодня у нас уже пятая конференция. Очень приятно, что мы ее открываем сегодня в Камбодже. Много коллег у нас собралось, и сейчас у нас еще подключаются наши участники. Я до того, как мы начнем, начнем мы, конечно же, с приветственного слова Анатолия Васильевича Боровика, чрезвычайно полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Камбоджи. Я хотел представить и наших спикеров для того, чтобы у нас было еще несколько минут, минутка буквально для того, чтобы все подключились. И это у нас Володькина Анна Евгеньевна, заведующая сектором привлечения инопланных студентов Дальневосточного федерального университета. Здесь вы у нас, да, помашите рукой, чтобы мы вас увидели и услышали. Елена Владимировна Денисенко, доцент кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования, кандидата архитектуры, заместитель директора по развитию Института дизайна и пространственных искусств Казанский федеральный университет. Они вместе выступают, дают доклад с Эльзой Эльдаровной Башировой, директор учебного центра. Это школа искусств уже для детей, старший преподаватель кафедры конструктивного дизайнерского проектирования Института дизайна и пространственных искусств Казанский университет, как я уже сказал. Представляет у нас Санкт-Петербургский государственный университет ведущий специалист отдела организации приема иностранных граждан Наталья Сергеевна Орлова. Тоже сегодня мы услышим доклад. Оксана Викторовна Поцелан, начальник отдела рекрутинга иностранных студентов Томского государственного университета, сегодня также будет с нами и узнаем мы о том, как учиться и какие есть перспективы для иностранных студентов, иностранных граждан в Томском государственном университете. И Сергей Александрович Зарянский, специалист Центра международного студенческой мобильности рекрутинга, это уже Уральский федеральный университет. И Масова Жанна Николаевна сегодня к нам подключилась, большая честь представляет Петербургский государственный университет путей сообщения с докладом. Также выступит София Евгеньевна Полея, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане, Института Востоковедения Российской Академии наук, и ученый-секретарь Ассоциации, Ассоциации исследователей Южно-Тихианского региона. И Егор Михайлович Осипов, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, управления факультета Государственного управления Московского государственного института имени Михаила Васильевича Ломоносова, также вместе с нами. И сегодня мы сможем, соответственно, общаться в чате. Евгения нам осуществляет техническую поддержку, синхронный перевод, как я вам сказал, у нас существует, и есть возможность выбрать, соответственно, язык. Сейчас я хотел, перед тем, как мы слышим приветственное слово, буквально минуту занять на то, чтобы представить проект, потому что все-таки маяк российских достижений именно объединил нас, это ориентир. Маяк, он всегда показывает ориентир. Вот этот проект, это как раз ориентир на то, чтобы узнать и увидеть возможности сотрудничества абсолютно в различных сферах. В первую очередь представить те достижения, которые за последнее время Россия в различных областях сделала. Мы выбрали 15, и поскольку наш фонд, фонд с именем Миклуха Маклая, он поддерживает экспедиции, а возможности сейчас действительно путешествовать нет, мы решили все-таки сделать так, чтобы путешествовать по сайту и путешествовать по этим достижениям. И назвали это виртуальной экспедицией, экспедицией по достижениям, российским достижениям абсолютно в различных сферах. Мы выбрали те основные достижения, их, конечно, многим больше, которые признаны во всем мире. И здесь открывается возможность узнать о них в очень удобной форме, как при помощи короткого видео, которое сейчас очень удобно посмотреть прямо на сайте. Евгений наверняка даст возможность сейчас нам иметь эту ссылку у вас всегда под рукой. Также и на канале YouTube, и плюс к этому узнать и ознакомиться с этим в виде краткого текста, который представлен также на сайте. Ну и на сайте, конечно же, у нас маяк позволяет узнать и развенчать миф о том, как трудно учить русский язык, узнать об образовательных учреждениях. Сегодня с нами очень много партнеров из образовательных учреждений, по той причине, что в первую очередь, конечно же, и хорошее образование дает возможность развиваться и получать действительно перспективы для различных открытий. Евгения, буквально помогите мне с презентацией. Мы сейчас представим несколько слайдов для того, чтобы мы увидели это, и дальше уже перейдем к тому, чтобы представлять наших спикеров. Ну вот видим мы маяк, конечно же, и давайте посмотрим, как у нас представлены эти достижения. Я думаю, все вы видели это на сайте, но в достаточно простой форме вы можете видео и с текстом ознакомиться. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Ну, как я и говорил, безусловно, Россия имеет богатую историю, богатую историю открытий, и серьезный вклад внесла в развитие различных областях. Здесь есть возможности сотрудничества нашим партнерам абсолютно без всяких проблем, а наоборот, с хорошими контактами. И давайте, что у нас дальше по поводу образования, обучения, партнеров. Здесь представлены также и предыдущие на нашем сайте конференции, с которыми можно также ознакомиться в видеоформате, поскольку у нас их сейчас уже пятая, и есть много интересных докладов от наших спикеров, людей, которые присоединились к этому проекту. И здесь, конечно же, возможность по итогу получить информацию, как я уже сказал, каждому, кто у нас присоединился и кто зарегистрировался в виде информационного письма о возможности получения образования в России, сотрудничества, перспектив, контактов. Все это дело не будет потеряно, а будет у вас всегда под рукой. Каждому мы на e-mail это все отправим. Наши спикеры сейчас здесь, и в конце у нас будет возможность, будет несколько минут для обсуждения, поэтому все вопросы мы сможем решить. Очень приятно, что у нас сейчас подключаются и подключаются участники, у нас много зарегистрированных. Для меня большая честь, конечно же, что сегодняшнюю конференцию мы открываем с приветственного слова Анатолия Васильевича Боровика, чрезвычайно полноучного посла при поддержке посольства Российской Федерации в Королевстве Камбоджи. Я передаю слово и большое спасибо. Уважаемый Николай Николаевич, дорогие российские комбоджистские друзья, коллеги, эксперты, рад принять участие в международном проекте «Маяк российских достижений» организованным фондом «Неплухом Аплая». Этот год поистине знаменательный для наших двух народов. Мы отмечаем 65-ю годовщину установления дипломатических отношений, которые основаны на традиционной дружбе, доверии и взаимовыгодном сотрудничестве. Сегодняшняя видеоконференция – важная часть празднования этого юбилея. Для формирования у слушателей более полного представления нашей кооперации с Камбоджей хотел бы представить краткий обзор всего объема существующих двухсторонних связей. Наши народы – близкие партнеры в самых разных сферах. Местные власти всегда стремились к развитию продуктивного сотрудничества с Россией, высоко ценят наш вклад в восстановление Камбоджи после свержения режима геноцида Красных Кмеров в самый тяжелый период несправедливой международной изоляции этой страны. Мы довольны интенсивностью двустороннего политического диалога и выступаем за продолжение взаимодействия на высоком и высшем уровне. Межпарламентское измерение тоже сохраняет свое важное значение. В последние годы укреплялись контакты как между нижними, так и между верхними палатами законодательных органов двух стран. Считаю, что по мере восстановления после пандемии коронавируса нам следует уделять больше внимания укреплению торгоэкономических связей, созданию условий для стимулирования деловой активности. В этом году мы, как мы надеемся, достигнем рекордного экспорта в Камбоджу в размере 40 миллионов долларов. Конечно, это немного, но это уже позитивная тенденция, если мы рассматриваем историю наших двусторонних хозяйственных контактов. Считаем, что этот показатель имеет потенциал роста. Новым драйвером сотрудничества может стать цифровая экономика. Наша страна обладает всем спектром критических технологий, включая платформы для медицины, образования, кибербезопасности, умного города и открыта для реализации этих инициатив. Мы также заинтересованы в углублении взаимодействия сферов энергетики, в том числе атомной, машиностроении, строительству и сельского хозяйства. Помимо крупных компаний, некоторые малые и средние предприятия также стремятся выйти на рынок Королевского коммунистов. Россия рассчитывает на поступательное углубление сотрудничества в традиционно развитой между нами гуманитарной сфере образования и культуре молодежных контактов. Очень важно, чтобы наши народы, особенно молодое поколение, хорошо знали и понимали друг друга. Российская сторона удовлетворена результатами профильной кооперации и в дальнейшем готовы оказывать содействие подготовке камбоджистских высококвалифицированных специалистов. Важная роль продвижения двусторонних гуманитарных обменов принадлежит Российскому Центру науки и культуры, который расширяет свою работу в Камбодже, ну, конечно, с учетом пока еще существующих определенных противоэпидемических ограничений. Готовы взаимодействовать с Камбоджей в борьбе с пандемией COVID-19, признательным партнером за регистрацию здесь российских вакцин для экстренного применения. Наши предложения относительно поставок отечественных противоковидных препаратов уже переданы к камбоджийской стороне. Россия открыта для сотрудничества с камбоджийскими коллегами по всему спектру многосторонних и региональных механистов, таких как региональный форум «Асиан» по безопасности, восточно-азиатский саммит. Мы приветствуем успешное проведение 13-го саммита форума «Азия-Европа», который прошел 25-26 ноября в Монпене, в видеоформате. Не менее важно, что Камбоджа в этом году стала координатором диалогового партнерства «Асиан», а в следующем году к ней перейдут функции страны-председателя ассоциаций стран Юго-Восточной Азии. Мы подтверждаем нашу поддержку инициативам по укреплению взаимодействия между «Асиан», Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества в рамках формирования предложенного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным инклюзивного и открытого большого евразийского партнерства. Хотел бы выразить нашу благодарность королевству Камбоджи за поддержку и госпонсорство российских инициатив в рамках ООН, ОСИАН, Восточно-Азиатского саммита, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, форума «Азия-Европа». Оба государства демонстрируют солидарность в вопросах противодействия распространения оружия массового уничтожения, в сфере информационной безопасности, борьбы с героизацией, нацизма, а также современными формами расистизма и ксенофобии, политизации прав человека и противодействия пандемии. В заключение хотел бы поблагодарить фонд Никлука Маклая за его подвижническую деятельность и активную продуктивную работу, а также коллега и экспертов, которые сегодня присоединились к мероприятию и подчеркнуть, Россия и Камгодзе традиционно были друзьями, и я верю, что дружеский, взаимовыгодный подход сотрудничества сохранится и в будущем. Спасибо за внимание. Анатолий Васильевич, огромное вам спасибо и за поддержку, и за поддержку посольства, потому что сегодняшняя конференция, она, безусловно, проходит при серьезной поддержке, и в этом плане действительно вот эти отношения, то, что мы сейчас, о чем вы сейчас сказали, мы будем стараться в различных сферах поддерживать уже со своей стороны, со стороны науки и образования, и поэтому я хотел бы немножечко сейчас об истории, об истории отношений уже со стороны представления Института Востоковедни, который представляет у нас София Евгеньевна в поле, она сегодня сейчас, сейчас вот буквально с небольшим выступлением об истории Камбоджи, это кандидат исторических наук, как я представил, научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане, Института Востоковедния Российской Академии Новософии Евгеньевна, вам слово. Здравствуйте, я очень рада присутствовать на этой конференции, рада видеть того, кого я знаю, и хотела бы обратить внимание на такой аспект исторический, отношения россиян к Камбоджи в целом, очень дружественная, почему? Потому что в наших двух историях есть, конечно же, один общий печальный момент. У нас был Сталин, в Камбодже был полпор, и, соответственно, мы прекрасно понимаем, что пережил народ Камбоджи, и когда я спрашиваю своих коллег или друзей, возникает разговор о Камбодже в историческом контексте, и, конечно же, прежде всего, это дружественные отношения, и когда спрашиваю, хотели ли побывать в Камбодже, все говорят, да, да, конечно, и все историки, и не только, и туристы хотели бы, конечно же, уявить архитектуру Камбоджи, это очень интересная архитектура, которая у нас используется в очень многих мероприятиях и так далее, то есть эта страна в России известная, и это страна, которую в России воспринимают, прежде всего, как друга, это правда так. И в нашем отделе, в Институте Востоковедения Российской Академии Наук, есть центр Юго-Восточной Азии, Австралии-Океане, в котором я отчислюсь, где я работаю, и у нас есть начальник, начальника завод Дмитрий Валентинович Мосяков, и он у нас самый известный в стране специалист по Камбодже. И если получится, демонстрацию экрана сейчас видно мою? Да, все в порядке. Спасибо. Вот его книга, называется «История Камбоджи». Написано, что это 20-й век, но на самом деле книга начинается не только с 20-го века, а с середины 19-го. И в книге на самом деле 752 страницы. Вот такую историю Камбоджи, самую подробную, изложил на своих страницах Дмитрий Валентинович Мосяков. Вот его вступление. Видим, что начинается книга с 1863 года, идет далее-далее до 2004-го. И на этой фотографии сам наш Дмитрий Валентинович, молодой тогда еще, почти студент, только-только закончил все свои институты, и находится он в Пном Пене в 1987 году. Сейчас он стал вот таким, тоже пожилым, достаточно очень мудрым и очень добрым человеком, который очень много сделал для продвижения имиджа даже Камбоджи в нашей стране. Он знает прекрасный язык и работал переводчиком. Вот его книги, вот две последние, посвященные Камбодже. И в каждой его книге, которую он пишет, в последнее время обязательно, конечно же, разговор ведется о Камбодже тоже. Мало кто знает, что с Камбоджей, с Бирмой, с Лаосом и вообще с Юго-Восточной Азией связан самый-самый известный советский и российский писатель детский. Он написал книги для детей очень много, прославился этими книгами. По этим книгам были сняты фильмы, спектакли и даже мультики. Мои самые любимые мультики моего детства советского, замечательные мультики, они всегда основаны на чем-то очень-очень интересном, то есть сюжет всегда очень необычен. А сам этот писатель, его настоящее имя Игорь Можейко, а псевдоним его Кир Булычок. И все-все-все люди в стране его знают, но никто не знает, что он был сотрудником нашего отдела, знал берманский язык, тоже работал переводчиком, и он очень долго это скрывал. Почему? Потому что в советское время нельзя было получать две зарплаты. И Кир Булычев был детский писатель, получал одну зарплату, а Игорь Можейко получал зарплату в институте. И поэтому молодых фотографий его нигде нет. Есть только фотографии в пожилом возрасте, когда его секрет уже раскрыли, совершенно случайно. В институте его поругали и перестали платить зарплату. Сказали, что зарплату будешь ты получать, как детский писатель. А вот как ученый, ты зарплату копейки какие-то маленькие будешь получать, а большую зарплату ты будешь получать за свои книги. И чуть было его не уволили. Вот такая была у нас советская система. И сейчас вот прямо на днях один известный блогер, который рекламирует книги, и даже не рекламирует, а описывает эти книги и рассказывает, почему эти книги нужно иметь в своей библиотеке. И часто передаются книги Игоря Можейко, который Кир Булычу, который писал по истории великолепным языком. И вот как раз этот блогер говорит о том, что книгу Игоря Можейко, где в том числе есть глава о Камбодже, нужно иметь на своей полке, в своей библиотеке обязательно. И еще один тоже известный блогер, который письменно предлагает иметь вот эту самую книгу на полке. И вот как раз мы видим снова архитектуру Камбоджи, которая активно используется среди российской публики. На этом я хотела бы завершить мой маленький такой доклад и сказать о том, что в моей голове Камбоджа это прежде всего мой начальник, Дмитрий Валентинович Мосяков. И, конечно же, Кир Булычев, известный писатель. Его портрет у нас висит в нашем кабинете. Так что огромное спасибо за внимание и надеюсь услышать дальнейшие доклады. Офигин, большое вам спасибо. Ну, интересные истории, вы знаете, которые иногда ниоткуда и не вычитать. Поэтому спасибо за все те секреты, которые вы нам сегодня рассказывали. Дмитрий Валентинович, я думаю, что ему будет очень приятно. И действительно человек, который огромный вклад сделал в знания нашего Камбоджи. Я уверен, что и в двусторонние отношения точно так же. Я хотел вам представить, во-первых, еще напомню, что у нас сегодня много коллег из образовательных учреждений, которые представят возможности для наших коллег из Камбоджи, из других стран обучения в России. Для того, чтобы об этом больше знать и в русском языке точно так же. Я представлю сразу же, будут выступать наши спикеры. И представлю я в первую очередь Дальневосточный федеральный университет. Анна Евгеньевна Володькина, сейчас, пожалуйста, вам слово. Да, здравствуйте. Сегодня я расскажу вам о Дэуфу, о студенческой жизни и о городе Владивосток. Дэуфу является одним из ведущих российских вузов, расположенных в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наш университет является центром международного продвижения со многими странами мира. В настоящее время в Дэуфу обучаются около 3,5 тысяч иностранных студентов из 74 стран. Мы гордимся как нашими российскими, так и иностранными преподавателями, которые имеют огромный опыт на мировом уровне. На сегодняшний день у нас более 300 образовательных программ. Наш университет состоит из 11 школ и институтов. Это Институт математики и компьютерных технологий, это Школа медицины, это Политехнический институт, это Институт наука жизни и биомедицины, Институт наукоемких технологий и передовых материалов, Школа экономики и менеджмента, Восточный институт, Школа искусств и гуманитарных наук, Институт мирового океана, Юридическая школа и Школа педагогики. Если вы хотите обучаться на русскоязычной программе, но недостаточно хорошо владеете русским языком, то Дэуфу предлагает иностранным гражданам курсы русского языка и культуры. Все студенты Дэуфу имеют возможность принимать участие в программе обмена и поехать в университет на период одного или двух семестров бесплатно. Я прошу прощения. Мы сейчас секундочку прервемся, потом продолжим. Вот сейчас есть сообщение от нашего посольства, и я прошу прощения. Сейчас слово нашему российскому посольству в Камбодже, в Терролевске Камбодже. Анатолий Васильевич, пожалуйста, потом это... Я прошу прощения за то, что я прервал выступление представителя Дальневосточного университета, но продолжение представителя Института Востоковедения я хотел просто вставить. Мы говорили о знаменитых людях, которые в той или иной мере каким-то образом были связаны с Камбоджей, в России. Ну, конечно, я знаю Дмитрия Валентиновича, как мой друг и товарищ по жизни, и очень такой знаменитый, очень серьезный ученый, который следует Камбоджу. Но хотел напомнить, что я тоже с Камбоджей связан с 1984 года, то есть достаточно большой период времени, ну и прошел все этапы, был свидетелем всем исторических этапов в новейшей истории Камбоджи с этого периода. Ну и хотел бы отметить, что тут много было людей, знаменитых наших, которые приезжали в Камбоджу. Хотел бы вспомнить визит нашего выдающегося режиссера Владимира Валентиновича Миншова в Камбоджу с его фильма «Москва слезам не верит». Он приезжал сюда, представлял свой фильм, который вызвал очень такую живую реакцию, интерес у камбоджийской аудитории. И мне как бы посчастливилось обеспечивать переводческую часть презентации этого фильма. Ну, естественно, и там актеры некоторые присутствовали, поэтому это был такой важный момент. И надо отметить, что Камбоджийская аудитория очень тепло встретил этот фильм. Второй момент, я запомнил приезд сюда нашего выдающегося поэта Евгения Ютушенко, который был в Камбодже и встречался с местной интеллигенцией, творческой интеллигенцией. И, наверное, как-то не удалось потом отследить, наверное, посещение Камбоджи вдохновило его на какие-то литературные творения. Может быть, что-то написал в связи с ассоциациями, которые возникли у него после посещения Камбоджи. Ну, и было еще много, ряд других людей, знаменитых, российских, которые, так сказать, хотели и стремились приехать сюда, узнать страну, почерпнуть вдохновение. Ну, так сказать, наш писатель и общественный деятель, Проханов, тоже бывал в Камбодже и даже написал такую повесть, которая называется «В островах охотников». Тоже о Камбодже. Поэтому, ну, это как бы я хотел воспользоваться случаем для расширения кругозора наших участников нашего, так сказать, видеоконференции. Сказать, что Камбоджа всегда находилась в фокусе внимания, в том числе российских ученых и российской творческой интеллигенции. Спасибо. Потому что, действительно, вот это и те факты, которые не всегда лежат на поверхности и требуют большого изучения. А вот конференция позволяет нам действительно увидеть эти связи. А культурные связи, как мы понимаем, во многом очень часто становятся основой для дальнейшего развития и экономических отношений, и далее, и образовательных. Поэтому, Дальневосточный университет, вам слово, продолжайте, конечно. Да, спасибо большое. Так, да, про обменные программы сказали. ДОФО предлагает студентам много возможностей для участия в творчестве, спорте и общественной деятельности. У нас на кампусе есть три спортивных здания, спортивный зал, большой стадион, баскетбольные, волейбольные и теннисные площадки. Студенты часто принимают участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях. Для развития творческих навыков в ДОФУ имеется более 20 вокальных, танцевальных, инструментальных и студенческих клубов. Творческие коллективы открыты для талантливых иностранных студентов. Свой вклад в формирование благоприятной международной среды в ДОФУ вносит и Ассоциация российских и иностранных студентов, благодаря которой обучающиеся ДОФУ задействованы во всех международных мероприятиях. Студенты нашего университета активно участвуют в волонтерской деятельности. Кампус расположен на острове Русский, который связан с Владивостоком с помощью моста. Поэтому студенты ДОФУ наслаждаются видом на море каждый день. Для отдыха студентов на территории кампуса расположена большая лесопарковая зона, а также набережная и пляж. Студенты ДОФУ проживают в общежитиях на кампусе, в которых имеется бесплатный Wi-Fi, необходимая мебель, отдельный санузел. Студенты проживают в основном в двух местных номерах. На кампусе также имеется несколько кафе, столовых и ресторанов, предлагающих блюда русской, азиатской, европейской и американской кухонь. Владивосток – это портовый город на российском Дальнем Востоке и является столицей Приморского края. Владивосток – это не только город-порт, но и город-портал, который перемещает туристов в нужное ему измерение. Для жителей западной части России – это ворота в Азию, а для жителей Азии – это ближайший европейский город. National Geographic включил Владивосток в рейтинг самых красивых морских городов мира. Город окружен морем с трех сторон, возвышается на сопках и простирается в морскую даль на десятки островов. Все иностранные абитуриенты, поступающие в ДУФУ, имеют право подать заявку на получение квоты на обучение правительства Российской Федерации. Квоту можно получить на обучение по программам бакалаврианта и специалитетам магистратуры и аспирантуры. Также ДУФУ приглашает талантливых студентов принять участие в международной олимпиаде Open Doors Russian Scholarship Project. Бакалавриант в России – это первый уровень высшего образования, который является базовым и длится 4 года. Чтобы поступить, необходимо подготовить полный пакет документов и успешно сдать вступительные испытания университета. Что касается магистратуры, то здесь немножко отличаются требования. Здесь не нужно сдавать традиционные экзамены. Вместо этого у нас организован конкурс-портфолио. С нами вы можете связаться удобным для вас способом. Спасибо за то, что прослушали доклад. Да, большое вам спасибо. И следующий у нас докладчик Елена Владимировна Денисенко. Доцент кафедры, мы уже представляли, это Казанский федеральный университет. Выступление ее будет совместно с Ильзой Ильдаровной Башировой. Пожалуйста, вам слово. Вас не слышно, по-моему. Проверьте, пожалуйста, звук. Спасибо большое. Спасибо, Казанский федеральный университет. Участвует в этом проекте мое имя Елена Денисенко. Я являюсь доцентом кафедры конструктивного дизайнерского проектирования, совместителем директора по развитию Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета. Казанский федеральный университет – это один из старейших университетов России. Он был основан в 1804 году. И выдающиеся личности учились и работали в нашем университете, такие как Виктор Стой, Николай Лобачевский, Владимир Ленин, Иван Симонов. Сегодня КФУ – один из крупнейших и самых значимых университетов в России, которые занимают лидирующие позиции в области высшего образования. Некоторые из них представлены на этом слайде. Международный комплекс КФУ состоит из следующих подразделений, которые представлены на этом слайде. В том, что касается международного сотрудничества, то мы участвуем в партнерствах с различными университетами, мы участвуем в различных конкурсах в различных областях, таких как архитектура и дизайн. Здесь вы можете видеть семь подразделений и центров нашего университета КФУ, также девять лабораторий, различные школы прикладного искусства и дизайна, которые вносят неоценимый вклад в соответствующие области. Учебный курс состоит из различных специальностей, как на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры. На этом слайде представлены примеры наших работ и наших программ, которые мы предлагаем. В нашем институте мы работаем не только со студентами, но также и с детьми. В данном случае у нас есть школа искусств для детей, которая помогает им развивать их творческие навыки, творческое мышление и также содействует выборе будущей профессии. Наши главные цели – это развитие креативности и разнообразия, демонстрация разнообразия различных творческих профессий. Мы также организуем программы для детей различного возраста, такая как программа «Капитель», программа «Золотое сечение», и для более старших студентов – это программа «Модулор». Это препрофессиональная подготовка для приема на все наши специальности. Заявители должны сдать вступительный экзамен. Чтобы подготовиться к этому экзамену, мы предлагаем преподготовительные курсы как в формате онлайн, так и в формате офлайн. И я думаю, что это может заинтересовать наших иностранных заявителей, чтобы у них были одинаковые шансы на поступление в наш Казанский федеральный университет. Как вы видите, школа искусств для детей основана на идее непрерывного творческого образования. И наш университет организует огромное количество различных фестивалей, мероприятий для студентов. И для этого в нашем университете есть все необходимое, в том числе мультинациональный центр «Оникс», который оборудован всем необходимым для организации проведения данных мероприятий. Наш университет также организует интересные мероприятия, такие как одним из этих мероприятий был фестиваль специальных искусств, на котором студенты слушали лекции, они исследовали город и участвовали в различных интеллектуальных играх, и в конце этого фестиваля они посетили мультимедийное мероприятие, вечеринку. У нас также есть различные студенческие организации. К примеру, в этом году была создана команда «Арт-отряд» для различных арт-проектов, которые они реализуют собственноручно. Для наших студентов, которые приезжают из других городов и стран, мы предоставляем общежития. Это отдельные здания в центре города, и также целый кампус в университетской деревне, которая была изначально построена для атлетов, а сейчас она была передана нашему университету. Это наши спортивные комплексы. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо. Теперь я не выключил звук. И у нас следующий университет, Санкт-Петербургский государственный университет, ведущий специалист отдела организации приема Наталья Сергеевна Оргова. Пожалуйста, вам слово. У нас пять минут как раз. Добрый день. Рада представить вам Санкт-Петербургский государственный университет. Секундочку. Санкт-Петербургский государственный университет является старейшим университетом России. Он был основан по указу императора Петра I в 1724 году. Университет расположен в культурной столице России, городе Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург – это город с богатейшей историей и культурой. Сегодня я хочу развеять некоторые мифы, которые сложились о поступлении в университет. Первый миф – это миф о том, что поступить в университет сложно. Так, Санкт-Петербургский государственный университет признает национальные документы об образовании. Поступление возможно полностью в онлайн-формате, из любой точки мира. Также возможно поступление на бюджетные места. Второй по распространенности миф – это миф о том, что о дороговизне города Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге существует множество различных скидок для студентов. Так, существует студенческий проездной, множество скидок в музеях и театрах. Университет предлагает своим студентам обед из двух блюд по студенческой цене. Третий миф – это миф о сложности получения общежития. Отмечу, что каждый иностранный студент университета, который нуждается в общежитии, ему оно предоставляется. И последний миф – это миф о сложности получения визы. Университет оказывает визовую поддержку поступающим. Санкт-Петербургский государственный университет является одним из ведущих научных и учебных центров России. Какие же преимущества предоставляет Санкт-Петербургский государственный университет? Во-первых, это гибкие программы. Вы можете объединять основные курсы, а также курсы по выбору, формируя свою личную образовательную траекторию, которая необходима именно вам для ваших будущих целей. Конечно же, мы гордимся людьми, которыми связаны с университетом, нашим прекрасным профессорско-преподавательским составом. Также постоянно проходят открытые лекции деятелей истории, науки, культуры, как международных, так и российских. Будучи нашими студентами, вы, конечно, сможете их посетить. В Санкт-Петербургском государственном университете проводится множество научных исследований. У нас существует прекрасный научный парк, состоящий из 23 ресурсных центров по основным направлениям исследований, которые проводятся университетом. И также у нас прекрасная университетская библиотека, которая содержит в себе большое количество изданий, а также современных подписок на ведущие мировые научные журналы. И, конечно же, Санкт-Петербургский государственный университет предоставляет студентам широкие возможности для самореализации путем участия в программах обмена, стажировках, а также участия в волонтерской, спортивной, культурной деятельности. Мы широко сотрудничаем с работодателями. У нас также проходят дни карьеры, существует карьерный центр. Работодатели принимают активное участие в формировании пакета образовательных программ. Проводятся различные соревнования и другие вариации взаимодействия с работодателями. Вы можете обучаться как на основных образовательных программах, также поучаствовать в программах обмена, принять участие в онлайн-курсах, летних школах и языковых курсах. В основном язык реализации образовательных программ русский. Существует ряд программ на английском языке, а также ряд программ магистратуры на французском, немецком, испанском и итальянском языках. Для тех абитуриентов, кто хочет обучаться на русском языке, но пока что его не знают в достаточной мере, они могут поступить на подготовительное отделение и также пройти обучение. Существуют и другие возможности для изучения русского языка. Это различные курсы, разговорный клуб. Сам Петербургский государственный университет проводит множество интеллектуальных соревнований. Да, поступление возможно как на бюджетные места, так и на места с оплатой стоимости обучения. Отмечу, что форма экзамена – это конкурс документов в портфолио. Прием на бюджетную основу обучения стартовал 15 ноября и будет окончен 28 февраля. Документы представлены на слайде. На этом слайде представлена информация о договорной основе обучения. Отмечу, что есть разница в дате приема документов. Так, прием на договор стартует 7 февраля. Форма конкурса – также конкурс документов в портфолио. На данном слайде представлены наши контакты. Мы всегда рады ответить на все ваши вопросы. Благодарю вас. Большое вам спасибо. И, Сергей, у нас, кстати говоря, сейчас в Петербурге, потому что я тоже из Петербурга. Прекраснейшая зимняя погода. Минус 20, снег великолепный, поэтому я не знаю. Кстати говоря, наша сегодняшняя конференция объединила, конечно, очень много городов, много часовых поясов. Поэтому у кого-то сейчас уже дело к вечеру, а у кого-то только раннее утром. И следующий у нас Уральский федеральный университет представляет Сергей Александрович Зарянский. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые друзья и коллеги. Я просил вас пользоваться возможностями синхронного перевода, поскольку выступать я буду на английском, для наших иностранных слушателей, для тех, для кого, по большому счету, мы и задеваем все это мероприятие. Хотя и для себя мы открываем много нового. Выступать я, как повторюсь, буду на английском. So, dear participants, viewers, and listeners of today's Beacon of Russia's Achievements Conference, my name is Сергей Зарянский, and on behalf of the Ural Federal University... Здравствуйте. Меня зовут Сергей Зарянский, и вот лица Уральского федерального университета я хочу вас и поприветствовать. Сперва позвольте мне выразить слова благодарности организаторам этой конференции, и особенно фунду имени Миклуха Маклая. Сегодня я хочу поговорить о Уральском федеральном университете и тему моей презентации, почему вы должны выбрать федеральный университет. Итак, это один из ведущих университетов, который предоставляет стипендии и трудоустройство, различные курсы, и, конечно же, не в последнюю очередь, это очень комфортная и безопасная студенческая жизнь. Уральский федеральный университет расположен в городе Екатеринбурге, который является промышленным хабом, центром Европы, на пересечении Европы и Азии. Благодаря своей самопытности, уникальной самопытности, этот город был выбран в качестве принимающей стороны летней университеты 2023 года. Наш университет — это международный хаб исследований и образования, который включает в себя более 36 тысяч студентов, 4500 из которых являются жителями 110 различных стран. В нашем университете предлагается огромное количество образовательных программ, более 450 программ, которые преподаются как на английском, так и на русском, ведущими, экспертами из России и других стран. Сейчас по различным рейтингам, таким как у АКРЛ, наш университет занимает 351-ю позицию. И также по версии шанхайского рейтинга, наш университет занимает 5-ю, 6-ю позицию стабильно среди различных учебных заведений России. И сейчас одной из проблем является недостаток знания языка, и это именно является той причиной, почему наш университет предлагает различные подготовительные курсы для всех тех, кто хочет изучать русский язык. Наши выпускники могут сдать тест по русскому языку как иностранному, который даст им возможность продолжить обучение во многих университетах России, но самое главное в самом Уральском федеральном университете. Многие из наших программ преподаются на русском, но также есть часть программ, в числе которых 14 магистровских программ, которые преподаются на английском языке. Я понимаю, что сейчас в силу пандемии COVID-19 многие из студентов не имеют возможности посетить Россию, но тем не менее я хочу отметить, что наша миссия как университета – это продвижение образования, продвижение науки и технологий не только в нашей стране, но и во всем мире. И поэтому я предлагаю вам всем поступать в наш Уральский федеральный университет, который стремится к достижению будущего. Различные выдающиеся личности науки и искусства, они учились или как-то были связаны с нашим университетом. И наш университет еще раз предлагает огромные возможности для получения образования на всех уровнях, от бакалавриата до аспирантуры. И предоставляет проживание нашим студентам. У нас есть 16 общежитий в самом центре города с 7500 местами. Некоторые из вас могут задаться вопросом, как же наши студенты проводят свое свободное время. На самом деле наша жизнь, студенческая жизнь, она очень насыщена. У нас огромное количество культурных мероприятий, спортивных мероприятий. И большинство студентов могут принимать участие в программах обмена и уезжать учиться за границу. И в частности для новичков у нас есть центр адаптации, который помогает студентам со всего мира адаптироваться, ассимилироваться в нашей культуре. Итак, снова приходим к нашему вопросу. Почему вы должны выбрать Уральский федеральный университет? Вы знаете, я все объяснил в своей презентации, но на самом деле выбор остается за вами. Это еще раз один из ведущих научных центров страны и всего мира с партнерскими связами, с различными образовательными учреждениями по всему миру. И, конечно, мы предлагаем вас присоединяться к нам. На этом слайде представлены различные социальные странички и группы, которые вы можете посетить для более подробной информации и связаться с нами. И присоединяйтесь к нам, к Уральскому федеральному университету. Спасибо вам большое. Мне очень приятно представить следующего спикера, представляющего также Санкт-Петербург, Петербургский государственный университет путей сообщения, Маслова Жанна Николаевна. Сегодня как раз первый доклад об этом, о возможности сотрудничества с университетом, доктор пилологических наук, доцент кафедры русский и иностранного языка Петербургского государственного университета путей сообщения, императора Александра I, Санкт-Петербурга, как я уже и сказал. Пожалуйста, вам слово. Так, коллеги, я тоже буду выступать на английском языке. Видно ли или перезапустить? Все видно, если можно на весь экран. Там у вас есть функция. Так, я сейчас тогда... Так, минуточку. Наверное, так, да? Да. Все хорошо. Так, и я представляю Петербургский университет путей сообщения, и моя презентация тоже на английском языке для наших коллег. So, my name is Жанна Маслова, and I am greatly honored by the opportunity to address this important assembly. Обратиться к этому важному собранию. Я бы хотела начать с того, что скажу, что русский – это язык инженерной науки. Поскольку я представляю старейший инженерный университет России, и в этом году мы отмечаем 200 лет с даты создания нашего университета. И я бы хотела сказать, рассказать о российской инженерной науке и ее представителях. Давайте посмотрим на нее в цифрах. Итак, каждый год выпускается более 30 тысяч научных публикаций на русском, более 6 тысяч научных журналов, и Российская Федерация получила 132 патента на изобретение в 2020 году. Российская космическая обсерватория «Спектр-РГ» исследует все небо рентгеновскими лучами. В первый раз в 2020 году и ускоритель частиц, который был запущен в Дубне, не имеет в себе равных. Этот ускоритель расположен в московском регионе. Мы также развиваем инженерную науку в нашем университете, и у нас есть 5 диссертационных советов, которые существуют в нашем университете и позволяют получить степень доктора или кандидата наук в инженерии. У нас также находится центр оборудования для научного и экспериментального исследования. И в 2020 году наш преподавательский состав, наши ученые получили 53 патента на изобретение, 8 научных журналов публикуются в нашем университете и более 50 различных научных мероприятий каждый год проходят на базе нашего университета. Как вы видите, у нас есть каталог проекта по исследованию и развитию, который публикуется нашим университетом. Одним из самых главных последних достижений нашего университета стал мост. Наш университет принял самое активное участие в строительстве Крымского моста и за это был награжден памятной медалью за строительство Крымского моста. Для иностранных студентов мы предлагаем различные удобства и различные возможности в нашем университете. Как вы видите, у нас есть центр русского языка, где вы можете записаться на различные программы и развивать ваши знания русского языка, чтобы впоследствии продолжить обучение в России. Наш центр курируется кафедрой русских и иностранных языков и его миссией является внедрение, интеграция общего образования, дополнительного общего образования русских языковых программ для заявителей, как на краткосрочной, так и на долгосрочной основе. И также техническая поддержка и лингводидактическая поддержка и тестирование русского языка, как иностранного. У нас есть различные подготовительные курсы для наших иностранных студентов, поступающих, которые могут после успешного завершения продолжить свое обучение. В нашем центре работают высококвалифицированные педагоги, преподаватели, которые преподают языки, в том числе русский язык, как иностранный. Наш университет располагается в очень живописном месте, и я рекомендую вам посетить наш официальный веб-сайт, на котором вы сможете получить полезную информацию о том, как записаться, как поступить в наш университет, в частности, наша специализированная кафедра, которая непосредственно занимается иностранными студентами, поступающими, сотрудники которых смогут ответить на все интересующие вас вопросы и дать необходимые рекомендации по поступлению в наш университет. На этом слайде вы видите всю контактную информацию, и я очень надеюсь, что вы посетите наш город, Санкт-Петербург. Он необычайно красив, особенно в зимнее время года. Сейчас, конечно, я заканчиваю свою презентацию, и спасибо вам большое за внимание. Уважаемые друзья, большое спасибо. Сейчас у нас есть возможность пообщаться, если есть какие-то вопросы, соответственно, их задать. Я хотел бы, чтобы мы еще раз точно знали, что каждый получит из вас по итогу в течение ближайших двух дней информацию о всех образовательных учреждениях, и вы сможете, соответственно, напрямую задать вопросы. А также можно это сделать, если вы подписаны на наши социальные сети, потому что по нашему хэштегу, Евгений сейчас скинет хэштег, вы сможете найти всю информацию о нашем проекте, о тех российских достижениях в различных сферах, но и помимо образовательных, соответственно, направлений, найти возможность сотрудничества и в области бизнеса, и в области, в принципе, наладить межкультурный диалог, узнать больше друг о друге. Все это благодаря тому, что мы хотя бы увидим друг друга, пускай и через Zoom, дает нам все-таки большую возможность комфортного общения, нежели просто переписка. Я хотел бы, вот я знаю, что у Софии Евгеньевны есть пару комментариев, и если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, напишите, мы дадим вам слово, у нас есть еще немножко времени. София Евгеньевна, вы слово просили, если несколько минут, то пожалуйста. Я хотела бы благодарить еще раз участников, огромную благодарность выразить иностранным участникам, которые присоединились, и напомнить, что в рамках Института Востоковидения и фонда имени Гуха Маклай и маяка российских достижений у нас действует ассоциация исследователей Южно-Тихоокеанского региона, и мы приглашаем туда присоединиться всех, кто может, и Евгения может ссылку в общий чат дать, или я могу дать ссылку в общий чат. И добро пожаловать в нашу ассоциацию, так как это тоже научная площадка для обмена мнениями и для возможного сотрудничества в области образования и совместных контактов, публикаций и научной деятельности. Большое спасибо. Спасибо, София. Действительно, ассоциация – это та возможность действительно наладить контакты в тех сферах, в которых интересно, получить консультацию от специалистов, ознакомиться именно с той литературой, с той информацией, которая вам требуется, ну и, конечно, наладить контакты, потому что только через дружеские контакты мы можем продвигаться дальше. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, у нас есть несколько минут, и каждый из спикеров может на них ответить. Пожалуйста, у вас есть еще? Есть вопрос? Есть, да, еще? Пожалуйста, да, давайте дадим слово. Сан-Пихун? Да, пожалуйста. Надо включить, наверное, микрофон, да, Евгений? Елена? Да, майк. Я надеюсь, все меня слышат? Да, отлично. На самом деле, вы знаете, нет никаких вопросов, но я хочу сказать от лица Департамента международных отношений Камбоджи и Федерации международного сотрудничества Камбоджи, я хочу выразить искреннюю благодарность и поздравление фонду Миклуха Маклая за организацию этой важной онлайн-конференции по международному образовательному проекту, который называется «Маяк российских достижений» сегодня, и я хочу выразить благодарность всем спикерам за их замечательные презентации в различных областях, включая образование, культуру, науку. Я теперь верю, что мы знаем больше о российском образовании и о российских достижениях в науке и культуре, и в том, что касается политики университета, правил приема иностранных студентов и образовательных программах, мы знаем, что Россия является местом, откуда вышли выдающиеся личности, выдающиеся представители культуры и искусства, которые внесли неоценимый вклад в международную науку, и Россия привлекает студентов со всего мира, и некоторые из наших выдающихся личностей, они также связаны с Россией, и поэтому я считаю, что существование Российского Центра Культуры и Искусства в Пномпене, оно содействует усилению этих связей, двусторонних связей в культуре, искусстве и образовании, и я очень счастлив услышать, что многие книги по истории Камбоджи были написаны русским, и я верю, что эти связи будут укрепляться, международный диалог будет продолжаться, и существующие связи между нашими нациями будут только расти и крепчать. Спасибо. Большое вам спасибо за ваш доклад, можно сказать, за эту информацию. Мы всю информацию пришлем и о проекте вам, безусловно, и будет отлично, если вы будете давать нам все консультации по тем вопросам нашим, которые будут интересны нашим коллегам. Если есть у кого-то еще пару слов, пожалуйста. Поблагодарить в первую очередь каждого из спикеров, поблагодарить наших коллег, поблагодарить посольство за поддержку, потому что маяк российских достижений, он был задуман как действительно путешествие по исследованиям, которые оценили и которые стали значимыми для всего мира. И вот я надеюсь, что мы смогли сделать это в простой и доступной форме, при помощи нашего сайта. И сейчас мы пускай путешествуем действительно не с рюкзаками за плечами, не на самолетах, а при помощи Zoom. Я уверен, что это путешествие сегодняшнее открыло нам мир. Мир Камбоджи. Узнали мы много интересного и об истории связей. И самое главное, что это позволяет нам дальше делать шаги для того, чтобы узнавать друг о друге. То есть мы на этом не останавливаемся. И я очень рад, что этот маяк российских достижений нам открыл каждому из нас. Очень много и россиянам о том, что мы в России сделали. И как много, оказывается, иностранных граждан интересуется и обучением в России. И узнать о достижениях, и узнать о возможностях сотрудничества. Это самое главное. Большое вам спасибо. И до новых встреч. Теперь уже каждый сможет найти контакт персонально. Я очень рад, что мы все вместе собрались. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok